Ну вот, друзья, это была преамбула, а теперь будет амбула. Маньчжуры завывали Китай. Ну, в общем, факт налицо, поскольку в Европейские пришли, была китайская держава под руководством маньчжурской династии Цин, которая была свергнута во время китайской Цинхайской революции 1911 года аж. То есть весь 18-й век и 19-й контактировали с Китаем, и Россия, и европейские страны активно. И там была достаточно сильная маньчжурская династия. Но возникает вопрос, во-первых, как могло произойти это завоевание, и как происходило удержание данных территорий. Ну, население Китая изначально было миллионов, ну, 60, наверное, к моменту завоевания. А к моменту, так сказать, к концу 19-го века, ой, я боюсь соврать, но уже там сотни миллионов. То есть что-то такое время Наполеона, начало 19-го века было уже миллионов 200. То есть за время маньчжурского господства произошел бурный рост китайского населения. Кстати, историки не могут на это выразумительно ответить, потому что в 18-м веке и 19-м никаких особых улучшений, так сказать, инноваций сельскохозяйственных не происходило. Урожайность сельскохозяйственная не особенно возросла. А мы знаем, если брать китайские хроники, то у них была такая якобы пульсирующая история. То есть государство при какой-то династии достигало расцвета, доходило до уровня населения 50 миллионов человек, потом раз, коллапс, гражданская война, всех поубивали, и осталось там несколько миллионов, которые там бегают в четыреньках и пожирают друг другу. Потом приходит благонравный император, и снова начинается рост и расцвет культуры в кратчайшие сроки. Но это вообще сомнительно, конечно. И в любом случае, а почему вдруг Китай вышел из этого закольцованного режима, и почему вдруг пошел такой бурный демографический рост? Историки обычно говорят, ну вы понимаете, захватили власть иноземцы, которые не знали тонкостей всей жизни китайской, и эксплуатацию не могли обеспечить такую, какую обеспечивали традиционные китайские династии, и поэтому кистьяне вздохнули облегченно и начали интенсивно плодиться. Хорошее, конечно, интересное заключение, особенно если учесть, что в Китае, а, бывали и иноземные династии, те же монголы, или там период пяти варваров ранней халяльной эпохи, и никакого взрывного роста не было. И вообще, можно подумать, что достаточно иноземцам завевать страну, как местные селения начали интенсивно размножаться и расселяться. С чего бы это? И второе. Так маньчжуры никогда и не занимались личной эксплуатацией. Они это все передоверили китайским чиновникам. А те, мало того, что сами воровали, еще вынуждены были иноземцам отстегивать. То есть, как бы, по-моему, их эксплуатация столько взросла, а население бурно росло. Но мы сейчас не будем этот интересный вопрос рассматривать, просто рассмотрим, так сказать, как вообще могло быть это завоевание, и как могло быть вытяжание территории. Ну, вы представьте себе, Китай официально 60 миллионов накануне завоевания, ну, 50. Маньчжуров было официально миллион, а на самом деле, я думаю, меньше. Там было много пустующих земель на территории самого маньчжурского государства. И вот, ну, говорят, что маньчжуры, они такие все, понимаете, лесные охотники, звероловы там. А китайцы землепарсы, смиренные, ну, чего они там могут завоевать? Ну, во-первых, когда большие колонны армейские, когда там написано, маньчжуров вышло 200 тысяч, китайцев вышло 400 тысяч, тут уже, понимаете, уже другие немножко принципы идут, организации и убер-бойцы, они не так рулят. Во-вторых, как, извините, вообще маньчжуры могли соврать, думаю, что тысячную армию, да и китайцы, что их отлично. Ну, ладно, берем маньчжури, это же просто лесные варвары были, по сути. Ну, ладно, они были на уровне какой-нибудь Киевской Руси, ну, может, чуть получше. И что? Какой там был мобилизационный потенциал? Вы понимаете, это же как бы нужно иметь чиновников, нужно иметь мощнейший аппарат призывной, нужно иметь логистику, нужно иметь продовольственное снабжение. Да сто мужчин в лес выйдут, через три дня там уже от дерьма будет не продохнуть летом, в жару. Мы знаем, что в Европе, например, такие большие армии появились только в эпоху Наполеона 200 тысяч. То есть, оявить, что Наполеон был гений организации, а Франция была самая продвинутая в случае развития администрации, логистики и прочего, там, экономики, страна, Европа, мира. А вот какие-то лесные варвары, полудитые, это все обеспечили за несколько, там, ну, за 200 лет до Наполеона. Ну, смешно. Ну и дальше, ну, допустим, вы завоевали Китай, хорошо. А как вы будете удерживать его? Это же нужно всех мужчин держать из этих гарнизонной служб. Ну и долго они там продержатся среди моря китайского. Да их передавят всех спящими там, и что угодно может происходить. Какой же ответ, друзья мои? Ответ такой, что, скорее всего, они сыграли роль неких моряков. Как у нас, да, призвали Рюбика, землеуцин, Тюргора, со словами, «Земля у нас богата, моряков не решит». То есть, были какие-то внутренние конфликты китайские, не совсем понятные нам. И в итоге усилился какой-то северный вождь северных варваров. И эти же самые китайские феодалы, эти все удельные князья, решили, что им как бы логичнее признать его в качестве своего арбитра, посадить его там в столице, как формального лидера. И это несколько смягчит накал внутренних противоречий. Потому что друг друга они признать могли с еще большими усилиями, ибо вот взаимная ненусть была далека, а какого-то нейтрального такого князька они могли иметь в столице, прислать ему какие-то, так сказать, дары, так сказать, полей и трудов ремесленных. И, в общем, это не так уж было для них и накладно. Опять же, была польза для... В случае чего могла манджурская комбинца прийти и разрубить такой-то ненусть. В общем, это говорит о том, что вот такие вот, как бы, вожди играли важную роль в генерисе государства. То есть, ну, например, в Азии, это, например, можно вспомнить Иран, опять же, Казахбарский союзе кочевых тюркских пленов играли роль в становлении иранского, сахарбитского, средневекового государства Китая. Вот мой манджуров, можно назвать или другие племена. Если говорить о Северной России, то там какую-то роль собрали викинги, варяги, то есть морские пираты. А брать такую продвинутую территорию, как Северная Италия, со всеми этими Миланами и прочими Флоренциями, там играли роль кондотьеры такую же, то есть вожди, как бы, наемных отрядов.